Друзья, всем привет! Сегодня у нас на ремонте Chevrolet Aveo. Такой небольшой симпатичный автомобиль. Вот так он выглядит. Сегодня займемся мы ремонтом подвески. А в частности поменяем опоры стойк передних. Вот так они выглядят. Поменяем опорные подшипники и кое-какие еще цилиндровки нижних рычагов заменим. Пока автомобиль у нас находится на колесах, мы его еще не поднимали, нам нужно будет снять защитные колпачки на стойках и пробрызгать гайки ВДшкой. Пока автомобиль находится на колесах, их значительно легче просто открутить. Мы их откручиваем, но не до конца, чтобы стойка у нас не упала при поднятии автомобиля. Оставляем там на несколько виточков. Затем откручиваем колесо и поднимаем наш автомобиль. Сейчас нам предстоит открутить раз-два вот этих болта, открутить стойку стабилизатора, снять сначала все провода, которые идут на датчик АБС, чтобы их случайно не порвать. Откинуть вот этот вот шланг, идущий на суппорт тормозной. Но прежде всего сначала чистим резьбы, как обычно, забрызгиваем это все дело ВДшкой. Особенно хорошо чистите резьбу стойки стабилизатора, потому что очень часто у них закусывают гайку. Потом мне приходится либо срезать, либо срезать саму стойку, потому что зачастую вот здесь вот этого отверстия под звездочку, оно обходится, там очень большое усилие нужно прилагать на гайку. Она срывается, и потом либо мы обрезаем гайку, либо обрезаем саму стойку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы уже все почистили, забрызгали. Сейчас ждем небольшой промежуток времени, пока немножко подействует ВДшка, и начинаем откручивать. Все, гайки-стойки мы открутили. Сейчас откручиваем стойку стабилизатора. Для этого нам понадобится вот такой шестигранчик на 5, вставляется вот он сюда в торец самой стойки, чтобы она не проворачивалась. Сейчас мы сначала ее сорвем. Сорвалась довольно-таки просто. Все, дальше она у нас проворачивается. Для этого нам понадобится теперь этот вот шестигранчик. И медленно, но уверенно мы его откручиваем. И медленно, но уверенно мы его откручиваем. Все, стойку открутили. Отводим ее в сторону. Сейчас откручиваем вверху ее. Достаем болты. Не понял. Что за пикол? О, у нас болт загорел тут. Нифига себе. Чудо. О, что такое? Закорил болт. Нифига себе. Вот так бывает на ровном месте. Такая засада. Сейчас будем пробовать чего разрабатывать. Вот. Уже прокручивается. Выпускаю постоить немножко под ВДшкой. Итак, начинаем разбирать стойку. Мы ее уже стянули стяжками до того, как немножко ослабла полупка. Теперь нам понадобится ключ на 22, ключ на 9. Ключ на 9 держим шток. Ключом на 22 откручиваем гайку штока. Затем, когда мы это все сорвали, оно все должно слегка от руки подкручиваться. Откручиваем гайку. Здесь нам нужно будет заменить опорный подшипник. Вот он находится внутри подушки этой. Опорный подшипник. Здесь стоит фольксвагеновский. Обычный, недорогой подшипник. Так, вот мы его сейчас ставим. Нам нужно еще было заменить подушку. Но подушку, которую нам привезли, она имеет немного не такую форму. Здесь у нас идет как бы конус закругления. Здесь квадрат. Если вы думаете, что здесь обожмется и станет круглым, вы ошибаетесь. Здесь внутри стоит металл. И она просто физически здесь не вжимается. Я ее уже ставил, пробовал внутри вставлять. Там получается очень большой зазор до верха. Она просто туда не встанет. И я не вижу смысла в замене родной подушки. Она еще в очень хорошем, прекрасном состоянии. нигде не потерто, не потрескано. Просто поменяем опорный подшипник, чтобы она не хрустела. И все. И поставим обратно подушку, и она будет еще ходить. А эта лежала в упаковке Лимферда. Здесь маркировка GM. Ужасная отливка. Ну, я просто не знаю, что это. Где-то в подвале отлили ее эту подушку. Так что сейчас достанем старый подшипник. И заменим его на новый. Вот наша старая и наша новая. По высоте они как бы идентичны. Высота, немножко форма не такая. Так что она еще как бы не просела. Так что мы ее сейчас ставим обратно. Наш подшипник, подушку. Все собираем, закручиваем. В принципе, здесь не очень большая проблема поменять их. Как сами видите, довольно таки просто все это делается. Если есть наличие стяжки, чтобы стянуть пружины. Берем ключик на 9. Берем усилитель в трубочку. И все это дело хорошенько зажимаем. Все, зажали. Теперь отпускаем стяжки и устанавливаем назад. Итак, друзья, пока у нас стойка снята, нам нужно открутить нижний рычаг. Мы откручиваем вот этот вот болт ключиком на 17, накидным либо головкой. И откручиваем вот эту вот гайку. Гайку здесь можно будет просто подержать ключиком на 17 и снизу открутить. Все это откручиваем, доставим болты, откручиваем шаровую. Шаровая наша откручивается с помощью, снимается с помощью вот такого вот съемника. Мы ее срываем, но пока ничего не снимаем. Устанавливаем обратно нашу стойку, чтобы вся эта вот цапфа со ступицей, с диском, чтобы просто не валялась, на полуосе не висела, а будет у нас держаться за счет стойки. Закрепляем обратно стойку и после этого снимаем уже рычаг. И будем перепрессовывать вот этот вот порванный сайлентблок. Устанавливаем обратно стойку. Заводим ее за датчик за этот провод и устанавливаем ее вверху. Все, вверху наживили. Сейчас нам буквально на болтик накинуть, чтобы наша цапфа висела и можно снимать рычаг. Закинем болтик. Закинем болтик. Пока так повешивали. Все, рычаг наш уже вывалился сам. Вот он рычаг. И вот этот сайлентблок, вот он уже немножко испорван. Сейчас будем перепрессовывать. Перед тем, как перепрессовывать, здесь находятся такие стрелки. Помечайте, как он стоял, чтобы не перепутать, не поставить его другой стороной. Всегда это запоминайте, либо фотографируйте. Ну, лучше все пометить. Идем на пресс, начинаем перепрессовку. Перед снятием старого сайлентблока мы помечаем место, как он должен стоять. Такую же метку наносим на новом сайлентблоке, чтобы его потом правильно поставить. Начинаем установку. Перед установкой наши помеченные части сайлентблока и рычага выставляем в одну плоскость, чтобы они были по меткам. Находим какую-то оправку. В данном случае у меня обойма старая от подшипника ступичного. Она сюда хорошо подошла. Сюда, как обычно, никогда не давим, чтобы не испортить его. Тоже какую-то оправку ищем. Вот у меня тоже такая шестереночка. Отлично сюда подходит. Смазываем посадочное маслом и начинаем задавливать. Ну вот пошло довольно-таки легко. Предварительно рычаг желательно почистить, чтобы от ржавчины внутри. где-то в таком районе он стоял. Сейчас проверяем. Вот наши меточки. Все отлично. Рычаг наш готов. Сейчас идем его устанавливать в автомобиль. Так, начинаем собирать подвеску нашу. Сайлентблок перепрессовали. Сейчас нам нужно будет прикрутить стойку обратно к цапке. Болты заранее все подготавливаем, чистим и смазываем. Чтобы при следующей замене у вас не возникало проблем сворачивания болтов. Один установили. Смазываем второй. Все, болтики наши на месте. Теперь наживляем гайки. Гаечки наживили. И теперь можно уже устанавливать непосредственно сам рычаг. Так, это мы потом уже все перетянем. Так, берем наш рычаг. Болт заднего сайлентблока я уже вставил. Сейчас мы его просто наживим. Не очень удобно вставлять одному. Затем будем вставлять передний сайлентблок. Так, мы его вставили тоже. Чистим болты хорошенечко и смазываем. Тоже наживляем его. Теперь нам нужно попасть в наши шаровые. О, все. Все, шаровые на месте. Теперь ставим стойку стабилизатора. Итак, все, до кучи мы собрали. Теперь нам все предстоит просто обжать. Сайлентблоки. Задний, в принципе, можно сразу зажимать. Передний сайлентблок желательно зажимать, когда машина уже будет стоять на колесах. Его пережать. Ну, сейчас зажимаем стойку. Хорошо. Всё скрутили. Колесо я не ставил, я просто сымитировал поднятие колеса. это можно сделать поставить шеденкрат под рычаг и подденкратить сам рычаг до того момента как машина начнет отрываться от подъемника это у нас будет имитация того что машина стоит на колесах так что мы все пережали везде все обратно проложили все шланги все провода все короче позажимали с этой стороной все переходим на вторую сторону друзья у вас возникла небольшая проблемка с правой стороной а в частности у нас не откручивается рычаг не откручивается передний соленблок болт попросту прикипел к соленблоку намертво и втулка соленблока проворачивается вместе с болтом может быть кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как выйти из нее пишите в комментариях но пожалуйста не варварской методы чтобы не пилить не сверлить и чтобы все осталось целостности квадрамник рычаг чтобы не нарушать геометрию кузова всех выслушаю будет очень интересно ваше предложение так что кому понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч до новых встреч Субтитры подогнал «Симон»